Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть», как всегда, о самых резонансных криминальных новостях по будням. Буду рассказывать вам я, Анастасия Лаврова, сегодня в выпуске. Смерть мотоциклистов. Кто пополнил печальную статистику за выходные? Провалился в яму с кипятком. Как школьник погулял во дворе своего дома? И не в детские разборки. Почему о преступлении не говорили сотрудники колонии? Итак, в законную силу вступил приговор суда в отношении Сергея Корнеева. Отбывающий наказание в детской колонии убил заключенного для того, чтобы повысить свой авторитет. Преступление произошло на глазах у десятка очевидцев, однако несколько месяцев все хранили молчание. Неразговорчивы были и сами сотрудники УФСИН и медицинские эксперты. Они постановили, молодой человек скончался от теплового удара. Следователям потребовалось время, чтобы доказать несовершеннолетнего арестанта убили. Подробности далее. Детская колония в поселке Морозовка Омского района Омской области. Здесь отбывают наказание несовершеннолетние преступники. Почти два года назад следователи прибыли в учреждение по факту смерти 15-летнего Алексея Бавина. Видимых телесных повреждений на трупе не было. Очевидцы пояснили, Бавин погиб во время вечернего собрания. Ему резко стало плохо и он скоропостижно скончался. Основной проблемой в расследовании данного дела явилось то, что непосредственными свидетелями и очевидцами данного преступления явились осужденные колонии, которые находились в большой зависимости как от лидера своего отряда, так и от сотрудников воспитательной колонии. В итоге из 17 очевидцев преступления показаний дали только четверо. И то после того, как один из осужденных освободился. Молодые люди рассказали, что погибший Алексей Бавин отбывал наказание за изнасилование. Таких, как известно, на зоне не любят. Лидер отряда Сергей Корнеев публично воспитывал Бавина с помощью кулаков. Одна из таких потасовок закончилась трагично. Сам Корнеев работать со следствием отказался. Ситуацию прояснили немногочисленные свидетели. Нанес ему ногу вот так вот в область почки, потом начал бить по ногам. По концовке потом три удара он встал, еще вот так вот сделал. И все, я развернулся и ушел. Версия свидетелей в Курне расходилась с показаниями сотрудников колонии и заключением экспертов. В документе сообщалось, у воспитанника детской колонии не выдержало сердце из-за перегрева организма. Следователи провели еще одну экспертизу. Независимое исследование в Тюмени. Результат прояснил ситуацию. Алексей Бавин погиб в результате травмы, которую ему нанесли в область груди. Сотрудники колонии достаточно яро покрывали данное преступление. Хотя, может быть, они были введены в заблуждение самими осужденными, которые утверждали о том, что в тот период времени на улице было очень жарко. Что потерпевший у нас находился в наряде по кухне, у него было плохое самочувствие. Что они в тот день играли в футбол, он жаловался на плохое самочувствие. В этой связи судебно-медицинский эксперт сделал вывод о том, что причиной смерти Бавина явился температурный перегрев. Почему такие показания давали сотрудники детской колонии, следователи не выяснили. А вот вину Корнеева доказали. Омский районный суд признал юного арестанта виновным в преступлении и приговорил к 6 годам и 8 месяцам колонии. Вторая инстанция, Омский областной суд, ужесточила вердикт. Корнеев 8 лет проведет в общем режиме. К тому времени он достиг совершеннолетия. Что касается работников детской колонии в Морозовке, они провели внутреннюю проверку. После возбуждения уголовного дела начальника отряда проводили на пенсию. Следователи выясняют причины гибели ребенка. В водоеме труп 13-летнего школьника обнаружили накануне в центральном округе Омска на дне котлована. Предварительно установлена компания детей отправилась купаться без сопровождения взрослых. Юные мечи плавали на надувном матрасе, он пропускал воздух. Тогда дети приняли решение добраться до берега в плавь. И только через час школьники заметили, что одного человека не хватает. Пытались своими силами и силами отдыхающих на территории данного котлована найти ребенка, но не удалось этого сделать. На берегу были обнаружены вещи пропавшего ребенка. Со слов матери погибшего ребенка установлено, что плавать он не умел, о чем также было известно некоторым из детей, участвовавших в купании. И непосредственно в ходе осмотра места происшествия, пока работал следователь, сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли из водоема труп несовершеннолетнего ребенка с признаками утопления. И еще о происшествиях с участием детей. В яму с кипятком провалился школьник. 13-летний мальчик получил ожоги и едва остался жив. Причиной происшествия стала лопнувшая труба с горячей водой. Напором размыла землю в центре детской площадки. Что это было, несчастный случай или халатность коммунальщиков? Разбирались наши корреспонденты. Место прорыва трубы с горячей водой перекрыли лентами и присыпали землей. Ограждение стоит прямо в середине детской площадки. В день, когда здесь лопнула труба, во дворе было много людей. Никто не заметил, как ребенок провалился в яму, размытую кипятком. У нас много здесь людей сидело. И никто не подумал, что он провалился туда. Пацаны смеялись над ним. Он подбежал к дверям и стал открывать. Ну, был весь в грязи. Кричит деда, дед, открой быстрее. Я думаю, ну, наверное, грязно течет у него. Вся спина была грязная и все. В яму с кипятком провалился 13-летний школьник. Он смог самостоятельно добраться до дома. После его госпитализировали. У мальчика ожоги первой-второй степени. Известно, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Следователи по факту ЧП возбудили уголовное дело. Поджиденный участок в этой системе не задействован и не находится под давлением. Уголовное дело возбуждено в отношении неопределенного круга лиц по факту оказания услуг ненадлежащего качества. Сейчас необходимо выяснить, кто в какой степени отвечал за этот участок. Виноват ли кто-то в том, что там произошел прорыв. Эта теплотрасса принадлежит муниципальному предприятию «Тепловая компания». Там говорят, что аварии не было, а случай с прорывом всего лишь инцидент, который уже ликвидирован. Возникло повреждение. Пока мы еще не раскапывали жительные органы для того, чтобы совместно с ними проводить все это дело. Ну, а мальчишки, как всегда, во дворе бегали через эту лужу. Мальчик споткнулся или подскользнулся, упал. А вы говорите, там уже была лужа. То есть прорыв уже произошел и просто никто не вызывал службы? Ну как, там же, вот, скажем, какой-то определенный участок тепловой сети обслуживает бригады во главе с мастером. Они же не могут постоянно ходить по этому участку, да, и следить, где возникло, где не возникло. Мы попытались связаться с родителями пострадавшего школьника. Дверь никто не открыл. Как рассказали соседи, мальчик живет с бабушкой и дедушкой. Его мать умерла. Возможно, пенсионеры сейчас находятся с внуком в больнице. Пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием мотоциклиста в Лузинском районе Омской области. По данным госавтоинспекции, автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с байком. Как сообщают пользователи соцсетей, молодой человек и девушка вместе с мотоциклом пролетели 150 метров. У парня переломы ног, руки, ребер. У его пассажирки травма ноги. Известно, что конечность пострадавшей девушки ампутировали. Предполагаемый виновник дорожного происшествия также пострадал. Его госпитализировали. Предварительно установлено. Водитель легковой машины сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проводит проверку. В Омской области еще одно ДТП унесло жизни двух человек. Мотоцикл «Иш-Юпитер» без света выехал на федеральную трассу Челябинск-Новосибирск и столкнулся с Ниссаном. Двое мужчин, ехавших на мотоцикле в качестве пассажиров, погибли на месте. Самого байкера госпитализировали. Еще одно серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Омске в минувшие выходные на проспекте Маркса. Все участники дорожного конфликта живы, а байк требует серьезного ремонта. И последнее на сегодня. Из-за участившихся аварий с участием двухколесного транспорта сотрудники ГИБДД провели рейд «Мотоциклист». Только за ночь госавтоинспекторы выявили 48 нарушений. В том числе омские байкеры ездят в состоянии алкогольного опьянения без шлемов и на запрещающий сигнал светофора. Всего в этом году уже оштрафовали более 1100 водителей мотоциклов. На сегодня это все криминальные новости. Еще больше жести на нашем сайте. Увидимся завтра. Будьте осторожны и берегите себя.